привет друзья с вами виктория добро пожаловать ко мне на кухню сегодня готовлю постный пирог постный пирог с яблоками рекомендую приготовить такой пирог всем кто держит пост или кто любит легкую бюджетную выпечку в конце я попробую вместе с вами пирог и покажу какой он получился внутри для приготовления нам понадобится конечно же яблоки у меня разных сортов я взяла даже вот такие подвязки которые уже нужно срочно использовать растительное масло щепотка соли 2 столовые ложки сока лимона яблочный сок яблочный сок можно заменить просто на обычную воду мука разрыхлитель ванильный сахар и обычный сахар полное количество продуктов я вам оставлю в описании под видео сначала займемся яблоками у яблок убираю сердцевину и очищаю их от кожуры вот видите яблочки у меня живут такие вяренькие но жалко выкидывать почему вы не приготовить из них вкусный пирог так что если у вас остались вот такие подвязки яблочки воспользуйтесь этим и приготовьте из них вкусный пирог если яблоки у вас сладкие то сахара можно добавить поменьше если они у вас кисленькие то немного побольше сахар можно регулировать по своему вкусу сейчас я взвешу яблочки скажу сколько у меня получилось в очищенном виде без шкурок и семечек у меня получилось 644 грамма яблок примерно берите 600 700 грамм яблок я люблю чтобы в пирогах было побольше яблок яблоки мелко мелко нарезаю все ссылки с выпечкой с яблоками я вам оставлю в описании под видео заходите смотрите подписывайтесь нарезанные яблоки перекладываю в отдельную емкость и взбрызгиваю их соком лимона у меня здесь две столовые ложки сока лимона и немного перемешиваю в другой емкости берите емкость сразу побольше в ней мы будем замешивать все ингредиенты также и яблоки яблоки занимают очень много места смешиваем 250 миллилитров яблочного сока можно делать просто на обычной воде 250 миллилитров воды я делаю на яблочном соке можно использовать также любой другой сок либо развести три столовые ложки меда в теплой воде так тоже можно и существуют разные варианты выбирайте тот который вам подходит лучше и делайте 250 миллилитров сока добавляю 120 грамм сахара если вы делаете на воде учитывайте это и добавляйте сахара в таком случае побольше и пакетик ванильного сахара и добавляю 100 миллилитров растительного масла все хорошо перемешиваю в муку добавляю пакетик разрыхлителя это две чайные ложки одну-вторую чайные ложки соли и перемешиваю и просеиваю муку соль и разрыхлитель в ранее замешанную массу и замешиваю тесто перемешиваем до полной однородности чтобы не оставалось никаких комочков вот такое по консистенции должно у вас примерно получится тесто не слишком густое и не жидкое мне в общей сложности в итоге понадобилось 380 грамм муки я добавляла частями и 400 грамм оказалось многовато поэтому смотрите по своей муки добавьте где-то 360 грамм и затем смотрите по консистенции теста и добавляйте по мере необходимости теперь в тесто добавляем нарезанные яблоки все перемешиваем на этом этапе уже можно поставить разогреваться духовку на 180 градусов подготавливаем формочку меня разъемная форма размером 24 на 24 сантиметра я ее приложила пергаментной бумагой и смазываю растительным маслом можно использовать любую форму какая у вас есть круглую квадратную форме кекса диаметр форма я подойдет 22 24 сантиметра одно не меньше подготовленное тесто перекладываем форму и немного разравниваем по всей поверхности формочки отправляем запекаться тесто в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут выпекаем до золотистой корочки в итоге пирог у меня запекался больше чем я думала 1 час 10 минут смотрите по своей духовке и по размеру вашей формочки в любом случае проверяем пирог деревянной шпажкой шпажка выходит сухая значит пирог готов достаем его и даем ему полностью остыть пирог у меня полностью остыл я вот так немного провожу ножичком по краям и сейчас я достану его из формы с помощью двух тарелок переложу его на блюдо ну что друзья вот такой пирог у меня получился очень румяный ароматный красивый посмотрите и сейчас как и обещала мы вместе с вами попробуем кусочек и посмотрим какой он получился внутри получилась очень-очень вкусная даже сама не ожидала я уже готовила но это было в том году пирог получается в меру сладкий влажноватый яблоки придают сочность пирогу очень-очень вкусный и никто даже не догадается что это постный пирог все будут просить у вас этот рецепт нужно поэкспериментировать и вместо яблок добавить груши также можно добавить разные добавки изюм орехи сухофрукты получится тоже очень вкусно надеюсь это видео вам понравилось ставьте лайки пишите мне ваши комментарии подписывайтесь на мой канал с вами была виктория спасибо что были со мной всего вам доброго и до новых встреч субтитры подогнал «Симон»